Всем доброе утро, Светлана, спасибо за приглашение, рад выступить сегодня для вас и надеюсь, что моя информация, которую я поделюсь с вами, позволит вам немножко по-другому задуматься о том, как мы можем использовать наш мозг. Я расскажу вам о части одной из принципов методологии GTD, которая была описана еще Дэвидом Алленом в далеком 2001 году и в одноименной книге, которая была издана у нас в русском переводе, называется «Как привести дела в порядок», не совсем правильный перевод, все-таки как доводить дела до конца. Но GTD это намного больше, чем просто система управления делами, это образ мышления, который действительно позволяет вам при желании быть сфокусированными, при желании быть продуктивными, быть в моменте и создавать новые вещи, возможно творческие, новые способности свои, раскрывать, которые до этого где-то таились. С чего бы я начал, это с вопроса к вам. А вы сейчас не в своем уме? Не для того, чтобы быть сумасшедшими, совершенно нет. Для того, чтобы иметь пространство, иметь свободу, свободу для себя, свободу для творчества. Большинство людей, с которыми я знаком, считают, что их головной офис и вещи, где они хранят, это вот этот офис. Но на самом деле ваш мозг очень плохой офис. При этом он обладает несколькими очень классными вещами. Несмотря на то, что мы эволюционировали давно и мозг на самом деле сформировался очень давно, он делает классно две вещи. Первое, он хранит воспоминания. И второе, он эффективно реагирует на все, что вы видите. О, это карандаш, это лебедь, это стол, это экран. Вам мозг всегда сам расскажет и объяснит, что вы видите. Это очень классные функции, которые вы используете. Но что с вами происходит, когда вы идете в магазин, хотите купить лимон и возвращаетесь домой, а в вашей сумке нет ни одного лимона? Что происходит не так? Все потому, что вы используете этот мозг как ваш офис, как место хранения напоминаний. Он совершенно не был создан для этого. И несмотря на то, что вы уже знаете, что сегодня ваш мозг способен хранить в памяти семь плюс-минус два элемента, на самом деле эта информация устарела. По новым исследованиям всего лишь четыре единицы информации ваш мозг способен хранить в сознании для того, чтобы вы могли помнить это, структурировать это, связывать это в приоритетах и каким-то образом этим управлять. Всего лишь четыре. Но вы используете мозг немного иначе и из-за этого переживаете немножко другие эмоции, которые могли бы не переживать. Ваш мозг создан на самом деле ради одной вещи. Для того, чтобы генерировать идеи, но не хранить их. Как только вы генерите идеи, вы можете двигаться дальше, если вы начинаете хранить их. Ваш мозг превращается просто в свалку, но при этом он сам может отлично вспоминать. Я приведу вам небольшую историю своей юности, так сказать. В 2001 году я работал в компании McDonald's и до того, как стать директором ресторана, я был обычным сотрудником, который работал на кассе и собирал заказы. Вы 100% были в ресторане. И у нас всегда проводили конкурсы, кто быстрее соберет заказ. В Макдональдсе есть стандарт одна минута на сбор всего заказа. Я не знаю, знакомы вы с ним или нет. Может быть, сейчас этот стандарт стал еще быстрее. Но тогда была всего лишь минута на сбор заказа. И мы всегда соревновались, кто соберет быстрее. И проигрывал, безусловно, тот, кто получал самый большой заказ. Несмотря на то, что стандарт одинаковый, но нужно было собрать все, что угодно, только ровно за минуту. То есть, если к вам приходили на кассу большая семья, вы им продали Big Mac меню, Double Cheeseburger меню, два Happy Mila, какое-то мороженое, куча кофе, еще все разных сортов, то, отбегая от кассы, мы обычно забывали, что мы собирали. Мы собрали несколько элементов, возвращались к ней обратно. И секрет был не в том, что мы не успевали по времени собрать за минуту этот заказ. Проблема была в том, что мы просто не в состоянии помнить. Но 17 лет назад, 18 лет назад мы еще об этом не знали. Когда мы все были маленькими, мы, скорее всего, хранили вещи в голове, использовали наш мозг как свой офис. О, какая классная штука, у мамы в руках, что это у папы, где лежат мои игрушки. Я все это помнил, и вы это помнили. Но когда вы становились старше, вы даже не могли себе представить, что надвигается на вас, что вас скоро постигнет. Наша жизнь намного сложнее, чем просто четыре вещи. И, наверное, сегодня не каждый в состоянии даже понять, как можно с этим всем совладать. Но на самом деле есть возможность отнестись к этому немного иначе. Дэвид Алин, автор методологии, взял небольшую метафору из восточных единоборств. Он говорит о том, что вы можете использовать ваш разум точно так же, как вода взаимодействует со всем, что с ней происходит. То есть вода всегда реагирует уместно и достаточно на все, с чем сталкивается. Она жидкая, она обтекает препятствия, она всегда старается найти баланс со всем, что происходит с ней. И она никогда не реагирует чрезмерно на воздействие, и никогда не реагирует недостаточно. Да, безусловно, это может казаться какой-то духовной практикой, но в этом есть определенный смысл. И если вы слышали, знаете, бойцы восточных единоборств чаще всего перед боем что делают? Они опустошают мозг, и они медитируют перед боем. И сегодня кто из вас сегодня медитирует? Для того, чтобы каким-то образом освободить сознание. Зачем это? В этом есть очень хорошая практическая вещь. Если на вас в темном переулке нападают 4 человека, вам совершенно не нужно помнить, что у вас 2000 имейлов в электронном ящике. Вам нужно быть максимально сфокусированными, иметь ясное сознание. Быть здесь и сейчас — это именно то, что вам нужно в этот момент. Но если вы носите заметки с одной встречи на другую, если вы носите свои рабочие дела домой, а свои домашние проблемы обратно на работу, то вряд ли вы находитесь в состоянии разум, как вода. На самом деле, когда я говорю об этом с людьми, и многие, особенно топ-менеджеры, экзекьютеры, они говорят о том, что если бы у меня было больше времени, я бы мог попасть в это состояние. Но на самом деле сколько вам нужно времени для того, чтобы возникла классная идея? Ноль. Вам не нужно для этого времени. Сколько вам нужно времени для того, чтобы быть в творческом настроении? А сколько вам нужно времени для того, чтобы сфокусироваться и подумать, возможно, о своих планах на ближайшие несколько лет? Это не измеряется временем, на самом деле. Это измеряется определенным состоянием. И у нас у всех одно количество времени в сутках. И в прошлом, и в настоящем мы все имели 24 часа. И мать Тереза имела 24 часа в сутках, и Иганн Себастьян Бах имел 24 часа в сутках. Да, у Баха не было электронной почты или мессенджеров, но у него было 20 детей. Если интересно, погуглите, доступна информация. Именно пространство. Вам нужно пространство, а не время. Если хотите, даже пространство в вашем сознании относительно для того, чтобы вы занимались и могли быть сфокусированы именно на том, чем вы заняты, чтобы, выполняя что-то, достигать наибольшей эффективности в этот момент. И это возможно только если в этот момент у вас нет никаких других отвлечений в голове. Таким образом. Как вы будете использовать это пространство, если бы оно у вас вдруг появилось? Каждый может его использовать для себя по-разному. Возможно, кто-то стал бы более творческим, более креативным. Кто-то, возможно, смог бы думать о стратегических вещах в длинной перспективе. Подумать о планах компании на следующий год, на 5 лет, на 10 лет. О стратегии развития вашей жизни, о стратегии развития вашей семьи. Или, возможно, мог бы быть здесь и сейчас. Возможно, мог бы смотреть за тем, как тренируются ваши дети и наблюдать за ними, а не смотреть в мобильный телефон. Именно быть здесь и сейчас — это очень хорошая возможность для того, чтобы двигаться в направлении продуктивного состояния. Продуктивное состояние — это состояние, в котором вы расслаблены, в котором вы вовлечены в то, что вы делаете, в котором вы сосредоточены и держите ситуацию под контролем. Вы готовы ко всему. Возможно, как вот эта большая кошка. Безусловно, много вещей на вас еще навалятся, много вещей придут в ваш мир. Буквально сегодня вы узнаете о чем-то, о чем не знали. И в течение ближайшей недели или двух, или месяца вы точно узнаете. Можете вспомнить потом мое выступление. Это будет. Будет это вызов или будет это возможность? Я не знаю. Единственное, что я точно знаю, и вы знаете, что по сравнению с прошлым в настоящем скорость и частота появления новых вызовов или возможностей сильно увеличилась. Можем ли в этот момент мы каким-то образом быть к этому готовы? Да, действительно можем. Если осознаем, что для управления нашим продуктивным состоянием нам тоже нужно овладеть определенной техникой. Если хотите, техникой управления делами всей вашей жизни и работы. Точно так же, как это может касаться вашей техники игры в гольф. Вы всегда будете делать что-то лучшее, у этого нет конца. Или это точно так же относится к вашей способности воспитывать детей, когда вы скажете себе, что вы дали все своим детям. Независимо от возраста, вы всегда можете сделать что-то лучше. Или управлять компанией. Вы всегда можете делать это лучшее, с большими результатами или с большим даже удовлетворением для себя. Но обычно люди это не создают. Я позволю вам привести пример, который точно вы используете. Который помогает вам достигать больших результатов с меньшими усилиями. Я думаю, кому-либо из вас точно приходилось когда-то брать домой работу, которую нужно было вечером посмотреть, а утром 100% взять обратно. Было такое? Что вы делали? Какая была ваша стратегия поведения, чтобы не забыть? Кто-то клал, возможно, у ключей? Кто делает вот так? Это очень просто. Для этого даже не нужно высшего образования. Но почему вы делаете именно так? Потому что в тот момент, когда вы оставили эту сумку или документы, которые вам нужны, в том месте, где вы точно найдете, вы получаете пространство не думать об этом совершенно. И даже в определенной степени быть тупыми, извините. Утром, когда вы проснетесь в нересурсном состоянии, выходя из дома, просто наткнувшись на вещи перед вашей дверью, вы поймете, оу, класс, я не забуду взять то, что хотел. Именно этот простой шаг позволяет вам быть продуктивными 24 часа в сутки, но не требует от вас быть в состоянии продуктивности 24 часа в сутки, не хранить вещи в вашей голове, достать и положить там их, где вы найдете, когда они вам понадобятся. Но большинство людей предпочитает хранить вещи все-таки в голове. И люди, с которыми я общаюсь, обычно боятся это делать. Причин много. Возможно, они не доверяют внешним хранилищам, возможно, у них нет такой привычки, но у вас есть много-много-много вещей, о которых вы думаете, которые вы хотели бы сделать, которые вы хотели бы достичь, было бы неплохо это сделать, нужно не провтыкать дедлайн, нужно обязательно кому-то позвонить, нужно, 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 нужно. И когда этого много, когда мы ничего с этим не делаем, мы называем это информационной перегрузкой. Но если бы информация каким-то образом имела на нас влияние, то, наверное, заходя в библиотеку, вы бы умирали. Или впервые, подключившись к интернету, ваш мозг бы взорвался, если бы информация каким-то образом имела на вас какое-то влияние. И если бы информация действовала на нас негативно, то, наверное, вот это вот пространство было бы намного более стрессовым, чем вот это. Хотя все наоборот. Что же происходит, в чем причина? На самом деле причина не в пространстве. Причина в том, что вас действительно интересуют и на вас влияют вещи, которые именно вам интересны. Те вопросы, которые вы для себя не прояснили, по которым вы не решили, что вы хотите сделать, по которым у вас есть желание что-то сделать. У вашего сознания нет прошлого и настоящего. Как только вы о чем-то подумали, ваш мозг начинает сразу же строить дорожку, как этого достичь. И до момента, пока вы не примете решение хотя бы вернуться к этому позже, вы будете находиться в состоянии стресса. Каким образом с этим всем справляться? Как с этим быть? Было бы неплохо находиться в продуктивном состоянии чаще. Это позволит вам действительно быть здесь и сейчас, быть сфокусированными, иметь возможность спокойно отдохнуть, не отвлекаясь. Если вы храните вещи в голове, то даже находясь в отпуске, вы отдыхаете вместе со своей работой. И на самом деле вещи приходят в наш мир постоянно. Вы можете на работе думать о том, что вам нужно купить хлеб. Вы не можете запретить себе думать о личных вещах на работе. Это невозможно. Вы вспоминаете о том, что вам нужно позвонить вашему сыну, когда сидите на собрании или на важной встрече. И при этом вспоминаете о вопросе, который нужно обсудить на ближайшем собрании, когда покупаете хлеб в магазине. Так и происходит. Как вы при этом реагируете, когда очень-очень много обязательств в вашей жизни, и на самом деле многие из вас совершенно не осознают, как много обязательств в вашей жизни есть, сколько вещей вы должны завершить или хотели бы завершить. Обычно ответной реакцией является постоянная занятость. Желание сделать все приводит к выгоранию. На самом деле мозгу не обязательно завершать дело до конца. Есть такой концепт, который называется distributed cognition, распределенное познание. Открытая информация в интернете. О чем она говорит? На самом деле у мозга есть определенный путь, который облегчает мышление. И есть определенные преграды, которые наоборот затрудняют его. Так вот, когнитивный процесс основан на том, что ваш мозг всегда взаимодействует со внешней атмосферой, со внешней средой. То есть вещи в среде напоминают вам о чем-то. Кто из вас ходит в магазин и использует список покупок? Для чего вы это делаете? Потому что вы можете посмотреть на него и понять, что хотите купить, не отвлекаясь. Но что он вам еще дает? Когда у вас есть список покупок, у вас есть свобода купить то, что вы не планировали. И получить от этого большое удовольствие. Простые вещи. Если вы не храните информацию в голове, если вы используете внешнюю память, а вы используете сегодня, вы сейчас записываете в блокнот информацию, которую я вам говорю. Кто из вас использует календарь? Все практически. Это элементы внешней памяти. Единственное, что возможно, отнестись к этому процессу еще более внимательно, и достать из головы все, что требует вашего внимания. Потому что если вы не удивляете вещам, которые требуют вашего внимания, достаточно внимания, в конечном счете они отнимут больше внимания, чем заслуживают. И как вы думаете, сколько может занять процесс, чтобы достать из головы всю информацию, которая у вас есть? По нашему опыту от одного до шести часов. Если вы никогда это не делали, вы никогда не знаете, как вы можете себя в этом чувствовать. Каждое электронное письмо, каждое неотвеченное сообщение, каждый бейджик у вас в мобильном телефоне, на любом из приложений, отвлекает ваше внимание. Это будет до тех пор, пока вы не обработаете каждую единицу. К сожалению, такой путь. Или к счастью. Так вот, если у вас есть внешняя память, если у вас есть напоминание о ваших делах вне вашей головы, то вы создаете для своего мозга триггеры, которые позволяют вам среагировать и выбрать для выполнения те действия, которые для вас наиболее уместны. И ваша интуиция всегда подскажет, что делать сейчас, если просто это хранится не в вашей голове, а у вас перед глазами. Какой выбрать из способов, куда выписывать информацию? Их много, миллион. Выберите тот, который удобен для вас. Единственное, что вы точно должны знать, что ваш мозг имеет ограничения по количеству принятых решений. Вы это сами чувствуете. Через какое-то время вы устаете, и вам нужно отдохнуть. Кондитерные исследования говорят о том, что сегодня мозг, чтобы эффективно работать, должен находиться в двух состояниях. В состоянии отдыха и в состоянии в рабочем. Периодически. Поэтому такие техники, как помодора, если вам известно, позволяют вам периодически отвлекаться от работы и возвращаться в ресурсное состояние. У нас ограничено количество возможностей и энергии для принятия решений. И об этом хорошо сказал очень-очень давно Альфред Уайтхед. Цивилизация прогрессирует, когда она увеличивает количество операций, которые можно выполнять, не задумываясь. Функционирование мысли, подобно кавалерийским атакам в битве, они строго ограничены по численности, для них нужны новые лошади, и их нужно делать только в решающие моменты. Умные люди в этой аудитории знают, что вы не можете быть умными 24 часа в сутки. Ваши возможности ограничены. Есть моменты, когда вы действительно продуктивны, когда вы функциональны, когда вы результативны. Есть моменты, когда вы совершенно не в рабочем состоянии, когда вы просто даже не можете ничего придумать нового. И на это есть объективные причины. Ваш мозг просто не может работать постоянно в напряжении, и он не может хранить вещи в голове. Если бы ваш мозг мог вам вовремя напоминать, то, заходя в магазин, он бы, подходя к стойке с батарейками, сказал бы вам, «Хозяин, у тебя через два дня сядут батарейки в пульте, купи две штучки размера 3А и положи в корзинку». Но он так не говорит. Обычно вы узнаете об этом совсем в другой ситуации, когда вы ничего не можете с этим поделать. В функционировании мозга написано уже много научных книг, популярных научных книг, учеными и людьми, которые исследуют. Я поделюсь с вами несколькими. Думаю, они будут вам интересны. Чек-лист. Ее написал Атул Гаванда. Это хирург из Бостона. Он исследовал, каким образом контрольные списки, списки каких-то постоянных рутинных процедур позволяют уменьшить количество ошибок врачей. Он добился больших результатов в своем исследовании, изложил это в книге. И на самом деле, у вас точно есть контрольные списки. В моем списке вещей, которые нужно взять в поездку, ну, несколько десятков записей. Почему? Потому что позволяет мне быстрее и легко собраться, не тратить на это лишнее время. Если вы о чем-то подумали впервые, вы философ. Если вы подумали об этом дважды, наверное, идиот. Было бы неплохо первый раз это где-то зафиксировать. Дэниел Левитин в книге «Организованный разум» говорит о том, это канадский исследователь мозга, говорит о том, что система внешней памяти — это сегодня та стратегия, которую нужно выбрать для того, чтобы справляться с вещами в нашей жизни. То есть мозг ограничен на количество вещей, которое может хранить, и нам нужна помощь. Тео Кампренолли — это психиатр, ученый из Брюсселя. Он исследовал более 650 проектов, как работает мозг в разных ситуациях. И о чем он говорит? Он говорит о том, что есть вещи, которые существенно снижают эффективность мозга, в прямом смысле делают его тупым, как делают нож тупым, если постоянно что-то резать и не затачивать. Так вот, одной из причин, почему вы начинаете тупить, является многозадачность. Это когда вы делаете несколько вещей одновременно. Он хорошо описал это в книге. И еще два автора в книге «Сила воли» пишут не совсем о силе воли. На самом деле нашему мозгу совершенно не нужно доводить дела до конца для того, чтобы чувствовать удовлетворение и эффект от того, что вы делаете. Вам важно знать, что у вас есть напоминание о тех вещах, которые вы хотите реализовать. И как только у вас будет возможность, вы сможете их найти и продвинуться в выполнении. Точно так же, как вы оставляете сумку у двери дома. Без лишних усилий. И, кстати, такие простые шаги позволяют вам достигать больших результатов. И сила воли здесь немного другая. Возможно, не нужно заставлять себя делать что-то чрезмерно. Возможно, достаточно просто не хранить вещи в голове. И использовать отдельные моменты для реализации ваших планов. Очень большое исследование стоит за методологией Герин Сенсдан. Ее провели тоже ученые из Брюсселя. И описали в открытом исследовании, которое есть в интернете. При желании вы можете его изучить. Оно тоже говорит, что внешняя память сегодня это то, что позволяет нам действительно быть сфокусированными, когда это нам необходимо. Возвращаться к вещам в наиболее уместные для нас случаи и реализовывать, достигать результатов, не прилагая больших усилий для этого. А еще эти два автора этого исследования, один из них проводил исследование поведения насекомых. У кого из вас была ситуация, когда у вас на даче появляется один муравей, а через какое-то время их 200. Почему? Как это происходит? На самом деле ДНК муравьев запрограммировано на то, чтобы они охотились за едой. И если кто-то из муравьев идет и где-то находит еду, он берет ее, начинает нести, и по тропинке, по которой несет ее в свое гнездо, оставляет феромоны, которые позволяют другим муравьям просто, тупо прийти, унюхать, найти путь к еде. И когда вся еда, которую они нашли, закончится, они исчезнут у вас из помещения. Тупые, глупые муравьи ничего не помнят, но делают реально серьезные вещи. Я действительно советую вам уйти из своего мозга не для того, чтобы быть сумасшедшими, а для того, чтобы быть настоящим, для того, чтобы получать удовольствие от жизни, для того, чтобы реализовать планы, для того, чтобы использовать его максимально так, для чего он был создан. Он не был создан для того, чтобы хранить вещи. Это может существенно улучшить качество вашей жизни. И ваше удовольствие от жизни может быть совершенно другим. Если вам будет интересно, как сегодня вы используете свой мозг, то есть в каком режиме вы находитесь, мы разделяем людей на четыре типа. Это жертва, это человек, который потерпает от объема информации, и все, что он хочет, только выбросить к черту всю свою работу. И периодически мы все попадаем в это состояние. Единственное, что бросая работу, меняя партнера, выходя из семьи, мы ничего не решаем. Оно все возвращается на круги своя в другом месте. Есть другой тип людей. Это люди, которые… А можете вернуть мой слайд последний? Если вы пройдете двухминутный тест, вы можете узнать. Есть другой тип людей. Это сумасшедшие мечтатели, я их называю. Это те, которые видят, как надо, что бы хотелось, но совершенно не могут проложить путь к этому, потому что не знают как. Я думаю, и те, и те люди, о которых я сказал, оба типа есть в вашей компании или в вашем окружении. Есть третий тип людей. Даже не людей, а тип поведения, который ситуативно может у вас быть. Не значит, что вы всегда будете такими. Это микроменеджеры, у которых все хорошо, комар носа не подточит, там тетрадочка к тетрадочке, запись к записи, но нет никакого движения вперед. Мы называем таких людей микроменеджеры. И есть, даже не людей, а такой тип поведения. И есть еще один тип, который мы называем капитанный командир, когда человек понимает, как управлять делами и понимает, куда он идет в перспективе. Так вот, если вы хотите знать, кто вы сейчас, двухминутный тест вам поможет. И знаете, что это не значит, что вы там будете всегда. Как меняется ваша реакция на все происходящее. Как только у вас родился ребенок в семье, второй, третий, первый, ваш изменяется, вы становитесь жертвой моментально. Что сделать, чтобы вернуться обратно? Возможно, вы сможете найти ответ в письме, который придет вам на почту. Спасибо большое. Было приятно с вами пообщаться сегодня. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok